Вряд ли найдется человек, который читает исключительно детективы или исключительно мелодрамы Все мы любим классные миксы Прямо сейчас об очередной классной книге нам расскажет Ксения Главицкая Всем привет, это Главицкая И сегодня мы поговорим о книге Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки» О книге для листов старше 16 лет Брюс Кэмерон написал увлекательную, трогательную и очень интересную книгу О жизни собаки, о человеческих взаимоотношениях О том, что настоящая любовь никогда не умирает Ну и конечно о том, что истинные друзья всегда рядом и у всех у нас есть свое предназначение Главный герой этой книги – собака, которая каждый раз, рождаясь заново, обретает свое счастье в служении человеку Самоотверженной сеньоре, одинокому мальчику Итану, потерявшей веру Майи или трогательной Венди Брюс Кэмерон убеждает нас в том, что чувства, которые испытывает собака, далеко не каждому человеку бывают доступны Чтобы доказать это, собаке иногда приходится побывать в разных шкурах, сталкиваться с невзгодами и стойко через них проходить А также никогда не терять своего человека, даже если их разделяют несколько жизней Да, книга не лишена грусти, но в ней нет зацикливания и смакования собачьей боли Всего в меру, и идея о постоянном перерождении пса и новой жизни может вам сначала не понравиться Но стоит рассматривать это как прием автора для того, чтобы передать главную свою мысль В книге есть юмор, жизнь и интересные истории Возможно, вы пересмотрите свое поведение, и собаки откроются вам с новой стороны Ведь недостаточно просто любить собаку, нужно ее понимать Выбор стиля здесь не случайен Вы только подумайте, повествование ведется от лица щенка Это так трогательно и умилительно, что на маленькие недочеты и огрехи можно с легкостью закрыть глаза Нам неизвестно, является ли Кэмерет Зо психологом и насколько точно он написал собачьи мысли И вряд ли мы это когда-то узнаем, но выглядит все очень правдоподобно Ох уж эти собачьи рассуждения в стиле Почему меня так хвалят, когда я хожу в туалет на улицу? Ну или я готов просить своих хозяев за то, что они бросили меня одного в доме и ушли Но почему они так злятся? Я ведь всего лишь мусорку опрокинул Книга подобна малоподвижному щенку Она очень долго запрягает Грустный Тоби и игривый Бейли Отважная Элли и находчивый малыш Что связывает всех этих животных, вы узнаете в этой книге С вами была Главицкая, до новых книг!